Продолжение следует... Не парламентарная республика, а республика советов рабочих, батратских, крестьянских и солдатских депутатов. Тезисы Ленина помогли партии одним взмахом выйти на новую дорогу. Апрельская конференция большевиков приняла этот план перехода от революции буржуазно-демократической к революции социалистической. Большевики-агитаторы несли слово Ленина в массы. День от дня росло влияние партии большевиков. Штаб партии – бывший дворец Кшесинской. С балкона этого дворца Ленин обращался с речами к народу, и люди вспоминали потом. Казалось, все то, что было в рабочем, заговорило одним голосом Ильича. Третьего и четвертого июля петербургские рабочие солдаты стихийно вышли на улицы с требованием передать всю власть Совета. Избегая преждевременного вооруженного выступления, большевики предали демонстрацию. По приказу министров-капиталистов, министров-меньшевиков, министров-эсеров. Революция обрушилась на большевистскую... С часу на час Ленин мог быть арестован и предан суду буржуазии. Но партия укрыла Ильича. Сбрив бороду и усы, он скрывался на пустынных берегах озера Разлив, под Петроградом, а затем в Финляндии. Из-под поля Ленин руководил работой 6-го съезда партии, нацеливая партию на вооруженное восстание. Здесь, в Разливе, Владимир Ильич писал свою гениальную книгу «Государство и революция». «Государство и революция»